Инструкция для SGRC F11S 4K PRO Связь с пультом управления Нажмите кнопку питания на пульте управления. Установите коптер на горизонтальную поверхность. Включите кнопку питания на квадрокоптере. Красные индикаторы дрона начнут медленно мигать. Соединение квадрокоптера с пультом управления начнется автоматически. Оно может длиться до 40 секунд. После удачного соединения дрона с пультом, передние белые и задние голубые светодиоды начнут медленно мигать. Теперь подключим смартфон к пульту. Включите Wi-Fi на вашем устройстве. Найдите в списке сеть дрона и подключитесь к ней. После этого необходимо войти в приложение. Калибровка компаса квадрокоптера. Установите одновременно левый стик пульта управления в положении 1 час, а правый 11 часов, как это показано на видео. Передние огни начнут быстро мигать голубым и красным, а задние белым и красным цветом. В приложении появится статус «Калибровка компаса». Поднимите дрон и поворачивайте его по кругу на 360 градусов. Когда задние огни перестанут мигать, поверните дрон вертикально и точно так же вращайте его до момента, пока не перестанут мигать передние огни. После этого поставьте квадрокоптер обратно на горизонтальную поверхность. Теперь передние огни мигают белым цветом, а задние – голубым. Это значит, что идет пояс спутников GPS. Включение моторов. Установите одновременно левый стик пульта управления в положении 5 часов, а правый 7 часов, как это показано на видео. Моторы должны заработать. Для остановки моторов необходимо повторить этот же шаг. Если GPS-сигнал слабый, но вы хотите полетать, удерживайте кнопку переключения скоростей на пульте управления 3 секунды. Режим GPS будет отключен. Включится режим ориентации. Если вы летаете в режиме новичка, и это ваш первый полет, пожалуйста, послушайте более подробную инструкцию. Базовая операция управления дроном. Одновременно потяните вниз и наискосок к центру оба стика на пульте управления для старта моторов. Левый стик вверх поднимает квадрокоптер в воздух. Также можно сделать это из приложения, выбрав значок, который вы видите на экране, и сдвинув ползунок вправо, как для взлета, так и для посадки. Высокая скорость, средняя скорость и низкая скорость может быть установлены этой кнопкой. С помощью данной кнопки на пульте можно сделать фотоснимок. Также его можно сделать с помощью соответствующих функций в приложении. Индикатор в приложении покажет процесс получения фото в процентах. С помощью данной кнопки можно начать видеозапись. Также, как и в случае с фото, это можно сделать из приложения. На экране пульта управления загорится индикатор записи. Также он будет в приложении в виде красной точки. Фотографии и видео могут быть записаны на microSD-карту, в которой вставляется специальный слот снизу дрона. Размер карты памяти и оставшееся свободное место вы можете увидеть на экране приложения в реальном времени. Если есть необходимость отформатировать карту памяти, вы можете сделать это прямо из приложения, как это показано на экране. В SGRC F11 S4K PRO есть возможность работать с музыкой и фотофильтрами. Вы можете выбрать необходимый вам стиль простым движением пальца. Выберите пункт «Музыка» на экране приложения вашего смартфона. Выберите ваш любимый трек и выберите запись во время съемки видео. Фильтр Выберите значок «Фильтр» в приложении на экране вашего смартфона. Выберите из списка фильтр, который подходит вам наиболее всего. Фотографии и видео с карты памяти можно перекинуть в смартфон. Кликните по значку «Медиа библиотека» и выберите «Фото и видео» для отправки на ваш смартфон. Процесс отправки будете видеть в процентах. Также имеется небольшой встроенный редактор, который выбирается с помощью соответствующей иконки. Выберите файл для редактирования. Далее вы можете выбрать необходимый вам кусок на таймлайне. Далее его можно сохранить. Спасибо большое за просмотр. Ссылки на этот и другие квадрокоптеры будут в описании под видео. Удачных вам полетов и всего хорошего! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...